То есть вам скажут убить человека, а вы убьете, а потом вы убьете? Так точно, да. Я сначала убью человека, а потом вы разбираетесь в законности. Вы сейчас сознались в намерении совершить преступление. Вы осознаете, что вы говорите? Я прекрасно осознаю, что вы убьете. Я служу закону, но у меня есть вышестоящее начальство, которого я исполняю приказы. Как бы по закону, да, но по факту вы приказы слушаете. Ну, так точно, да. Можно и так сказать. Я сейчас слушаю. Мы дальше решетки все равно не уйдем. Чего вы нас так боитесь-то? Подождите, вам приказ был куда не пускать? Вам приказ куда не пускать? Здание ГОМ-1. Вообще здание не будет. Замечательная картина. Ты где-нибудь видел такое? Вы понимаете, что для себя страна увидит, весь мир? Я только недавно с журналистом работаю, я такое, если честно, не увидел. Женщина вынуждена ребенка держать в двери, чтобы он не замерз, потому что полицейские нас не пускают в отдел полиции. На улице Мороз. Во! Вот так полиция работает. Служит народу, называется. Вот смотрите, смотрите, как вы служите народу. Да, я прекрасно вижу. Вот просто картина Репина, понимаете? То есть руководитель приказал закрыть дверь. Правильно я вас понял? А нас прогнать? Да. Ну, я вот честно, вот по совести, я бы на вашем месте просто взял бы вот сейчас и написал заявление об увольнении. Это не казус, это катастрофа. Вы ребенка держите на морозе, на сквозняке. Вы понимаете, что вы делаете? Я понимаю, все прекрасно. Это Антон Булгаков. Чем недоволен этот человек? И почему полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры хватаются за голову, когда слышат его имя? Расскажем в следующем сюжете. ОВД дежурный, что-то я слушаю. Здравствуйте, вы соедините, пожалуйста, с отделом полиции номер один. Мы не соединяем, вы в дежурную часть позвонили. Что случилось? Вас беспокоит Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Мне нужна информация о Данилове в годы рождения. Его задержали 23.53. Подождите, а с чего вы взяли, что первый отдел полиции? Ну, у меня такая информация есть. Как ваш фамилия и мальчик еще раз? Антон Николаевич Булгаков. Где задержали его? Где, точно не знаю, но примерно час назад. Ожидайте с вами свяжку. А, подождите, адрес есть, Егорская, 40. Что значит свяжется? Мне нужна точная информация. Где он сейчас задержится и в каком отделении? У нас сейчас нет информации, потому что вы звоните в дежурную часть ОВД. Мы принимаем сообщение о происшествиях. Я сейчас приняла сообщение, направлю в отдел полиции. С вами сотрудники связаны. Хорошо, если вы приняли сообщение, сообщите мне номер КУСК. Вот, поиск у нас нет. Сейчас я передам сообщение в отдел полиции, там можете уточнить. В какой отдел полиции вы передадите? В третий отдел полиции. Югорская, это третий отдел полиции. А, так, через какое время можно перезвонить и узнать номер КУСК? Ожидайте с вами свяжутся. Что значит ожидайте? Сколько можно ожидать? Мне не разу не перезвонили, вот по таким вот вашим ожиданиям. Николай Николаевич, ожидайте с вами свяжутся. Сейчас передам сообщение. Имя, отчество назовите свою фамилию. Лытонина. Как? Лы-то-ни-на. Имя, отчество? Этого достаточно. Номер нагрузного знака назовите. Я не буду вам сообщать такую информацию. Всего хорошего. До свидания. Я не буду предоставлять вам такую информацию. Оказывайтесь. Звание должно быть. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Вы обращались, да, в отдел, в полицию вообще? Да. Задержание. Да, представьтесь, пожалуйста. В третий отдел полиции дежурный, Анатолий. К нам такого человека не доставляли. В третий отдел? Да. А именно в третий отдел, я не знаю, там уже с ним не связывайтесь, с УВД даже. Скажите, что в третий отдел полиции позвонили, сказали, у них не было такого человека. Ну это понятно, что в третьем нет. Мне сообщили, что он в первой. Ну, в первой вам надо объяснить в УВД, когда у нас два звонили, что в первый отдел полиции его доставили, возможно. Но в третьем отделе у нас нет его. Смотрите, я эту ситуацию сразу пояснил, что в первый отдел. Мне отказывались соединить, потом бросили трубку, а сейчас вообще сразу бросают трубку, не это вообще, со мной не разговаривали. Это как вы так работаете? Человек, это неизвестно, кто-то держал. Я не могу ничего сказать, что он... Ну понятно. Я вам объясняю, что у нас не было такого... Сообщите мне номер дежурной части номер один. У нас нет такого номера. Мы все через УВД соединяемся. Сообщите мне номер телефона доверия. Куда можно пожаловаться на вашу работу вообще? Алло. Слушаю. Записывайте, да? Пишу. 8-34-67-39-83-00. Это, получается, в Ханты-Массийске находится. Это понятно. Да, я вижу этот телефон, уже нашел через интернет. Здесь по городу Сургуту телефон у УВД, кто у вас ответственный, главный дежурный. Вот, у меня телефона не могу дать. Это все через 02. На 02 сразу трубку бросают. У них определитель номера стоит. Они видят, что я звоню, сразу трубку бросают. Не, ну в этом я ведь не могу вам помочь. А я на это не хочу сказать, а если произошло, если новое какое-то преступление совершилось, почему они трубку бросают? Что за дела такие? Так я не могу сказать вам, как работает дежурная часть УВД. Вы мне... Кто отвечает за работу главной дежурной части вашей, этой 102 по городу Сургуту? Так я говорю вам, им надо звонить. Вы что мне говорите-то? Ну и кому им? На телефон доверия или на 102? На телефон доверия. Вот. Надо объяснить ситуацию вот этого. Понятно. У них, скорее всего, сейчас они спят и никого там нет. Почему? Нет. Они круглосуточно работают. Да? Отлично. Хорошо. Благодарствую. До свидания. До свидания. До свидания. Телефон горячий. Видео модели фибр. Могу, я служу вас. Здравствуйте. Будьте добры, кольца. Пожалуйста. Старший Бердин, дежурный Китов. Китов? Первая буква К. Константин. Константин. Подскажите, я сейчас звонил по городу Саргутск по телефону 102, дежурную часть МВД. Мне поступила, я являюсь главным заместителем главного редактора СМИ в Камчатской регионе. Мне поступила информация, что задержан молодой человек. По предварительной информации, он задержан примерно час назад. По какой статье и чем его задержали, мне неизвестно. Я пытался узнать в дежурной части 102. По моим сведениям, его связали в отдел полиции номер один города Саргутска. Соответственно, я позвонил в 102, там взяла трубку женщина, фамилию, что позже назову. В общем, она сказала сообщить какую-либо информацию. Отказалась выдать номер КУС в происшествии. И отказалась соединить с отделом полиции номер один. В итоге, назвала только фамилию, больше ничего не назвала. Информацию никакую не сообщила. И вообще бросила трубку. Последующие звонки я делал, она постоянно трубку бросает. Видать, работает обрядитель номера, и она сразу видит, что я звоню. Я требую зарегистрировать мою жалобу на данную сотрудницу, что она не принимает звонки от населения. Данные есть сотрудницы? Сейчас скажу. Литонина. Первая Л. Литонина? Да, да, да. Сотрудница отказалась сказать КУС-П, в дальнейшем не берет трубку, игнорирует звонки, да? Да, и повышала голос, кричала. Так, вы мое сообщение как-то зарегистрируете? У вас регистрационный номер есть какой-то? Да, конечно, в настоящее время, чем я занимаюсь. Номер регистрации КУС-П 73. Сегодняшнего числа, да. Десятая, наверное, первая декабря. Так, дальше будем разбираться. Будем разбираться о данной жалобе. В течение жертвого времени мне сообщать информацию по молодому человеку, которого задержат, и по этой латыниной, которая отказалась общаться. Вам придет уведомление на указанном адрес по разбирательству. Меня, извините, меня это не устраивает. Человека забрали в неизвестном направлении, где он сейчас находится, неизвестный. Что за человек-то? Он вам родственником является? Нет, знакомый. Да, по предварительным данным задержан сотрудниками якобы полиции. Дело полиции номер 1. Якобы, да, и увезен туда. Хорошо, я буду проводить проверку и разбираться сейчас. Меня интересует проверка немедленная и срочная. Какие меры собираетесь предпринять? Меня интересует, кто будет разбираться и когда мне сообщат о результатах проверки. Сейчас руководство заложим, они уже назначат проверку, кто будет проводить. Хорошо, я вот на всякий случай проконтролирую через службу доверия, телефон доверия в Москве. И заодно сошел в комитет по борьбе с коррупцией, по реализации программы президента РФ, в котором я являюсь инспектором. Хорошо. Благодарю, что жду ответа. Скоро звонка от вас, потому что меня интересует конкретно текущая ситуация. Все. Все, до свидания. До свидания. Телефон доверия главного управления в БТР по городу Москве. Оперативный дежурный, старший лейтенант полиции Платкова. Чего можно вам помочь? Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. У нас в городе Сургуте вся ситуация сложилась. Я заметитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Нахожусь в городе Сургут. Мне поступила информация, что молодого человека лет назад примерно задержали, возможно, сотрудники полиции и везли в ГОМ-1. То есть отдел полиции номер 1. При этом я звоню по телефону дежурной части 102. Телефон взяла женщина, приставилась, лытонена, никакую информацию не сообщила, повышала голос, кричала, с отделом полиции номер 1 не соединила, номер КУСК не сообщила и вообще бросила трубку. Последующие звонки, бросаясь постоянно трубку, видать, и номер работает. И вот еще это, не знаю, как это, позвонить в отдел полиции номер 1, потому что нигде никаких телефонов не указано. Отдел полиции номер 1 в городе Сургута? Да. Но у нас, к сожалению, этих телефонов нет. Я требую от вас, чтобы вы разобрали ситуацию, почему лытонена бросает трубку, то есть не принимает звонки. Разбираться в ситуации будут непосредственно сотрудники вашего вышестоящего подразделения, поэтому сейчас давайте начнем сначала по причине, и где был задержан вот этот человек, и кем он вам является. Знакомый, причина неизвестна. А где был задержан? В городе Сургут, примерно адрес Егорская, 40. Улица Егорская, дом 40, во дворе, на улице, в квартире. Не знаю, неизвестно. Во сколько? В 23.50, по местному времени. Это плюс 2 часа к московскому. Еще раз, как его зовут? А вам стало известно, это откуда? Это он вам позвонил? Мне позвонил знакомый журналист. Доставлен был? В ГОМ 1. По какому адресу? Так, адрес... Улица Кукуевитково, 17. Улица Кукуевитково? Да. Ку-ку-е-вит-ко-го. Дом 17, да? Да. Вы туда звонили или... Я звонил... Туда невозможно позвонить, нигде не указаны телефоны данной организации. Вы позвонили куда? 102, дежурная часть. ОМВД по городу Сургут. Представилась сотрудница кем? Назвала только фамилию Лы Тонина. Она сообщила, что у них информации о задержании нет? Отказалась соединять с отделом политики номер один. Такое техническое возможности не у всех сотрудников, не у всех подразделениях имеется? Ну, она вообще на самом деле имеется. Меня не раз соединяли. И с первым отделом, и с третьим, и со вторым. У них есть такая возможность. Она просто отказалась. Она сказала, что меня вообще просто перезвонят, кто не сказал. И, получается, мне потом поступил звонок из отдела полиции номер три. И мне, естественно, с отдела полиции номер три сказали, что у них нет такого. Зачем она меня, мое сообщение передала в отдел номер три, хотя я говорил про номер один, вообще непонятно. То есть она специально, не знаю, не туда информацию передала. Дела себя вообще грубо, повышала голос и в конце сбросила трубку, а последующие звонки вообще сразу бросала трубку. Ваша фамилия Ле Учитовна? Антон Николаевич Булгак. Булгак? Булгаков. Контакт с на телефон, с которым вы звоните, я тут передаю информацию, будут разбираться в случае необходимости с вами с эрцией по указанному адресу. Город Сургут, Комсомольский, проспект, дом 21, квартира 16, будет направлен на ответ. В течение какого времени? В течение 30 дней в соответствии с 59-м федеральным законам проводится проверка по вашему заявлению. А мне сейчас что делать? Где человека искать? Я могу в данной ситуации предложить вам записать телефон горячей линии по хандомансийскому адресу. У нас нет информации по задержанию лиц в регионах, мы информацию передаем, ваш контакт на данные указанности. Вы подождите, я звонил по телефону доверия к МАО, там мне сообщили номер КУСК. Вы бы не собираетесь сообщить номер? Номер КУСК я вам сообщить никак не смогу, потому что регистрирует ваше обращение именно в ваше региональное ОМВД. Я могу сообщить вам номер вашего обращения на телефон доверия к ОМВД по городу Москве. Давайте. Именно этот номер меня интересует. Минус. Номер вашего обращения 646. 646. 67-63. Ситу, длинные номера. Что-то много обращений за этот год уже поступило. Номер вашего обращения я вам протектовала. Так, и что, в письменном виде через 30 дней только пришлете? В течение 30 дней. Ну, а... Это установленный законом срок. Какие сроки будут рассмотрены ваши жалобы и направлены вам ответы, я не могу сказать. Вы мне скажите, мне сейчас что делать? Как мне человека-то найти? Мне что, туда в ГОМ-1 ехать с видеокамерой, с еще здесь видео-журналистами? Ну, в данной ситуации я не могу даже вам адрес подсказать вашего ГОМ-1, у нас их нет данных. Я вам его продиктовал уже. Я понимаю. Но, значит, если вы предполагаете, что он задержан и доставлен туда, вся информация будет там. Если нет возможности по телефону дозвониться, конечно, целесообразнее обратиться туда лично. Ну, тогда у нас нет выхода. Мы сейчас будем снимать видео очередной скандальной про работу нашей полиции. Причина задержания только в дежурной части ГОМ-1. Ну, такая... Вы должны это считать, правомерные они или неправомерные? А как эту информацию узнать, если они полностью изолировались от общества? У них нету телефонов. Как туда позвонить? У нас нет этих данных. Ну, понятно. Выходит, придется только вживую туда опять приезжать, снимать их всех. Так они без бэджиков водят, без головных уборов. Вы считаете, необходимы? Можете подъехать. Да. А с начальником вашего можно приговорить? У нас нет технической возможности соединить с руководством. В любом случае информация направлена по территориальности в МВД по городу Сургуту. Имя, отчество, отменивание, назовите вашего начальника, пожалуйста. Начальник чего? Главное управление МВД по городу Москве? Нет, именно вашего, которому вы непосредственно подчините. Но мы являемся сотрудниками именно дежурной части. Вы напрямую Колокольцеву подчините? Ну, я думаю, что здесь вы немножко неправы. Колокольцев это не есть, просто внутреннее дело. Так. Вы подчиняетесь начальнику МВД по городу Москве? Главное управление МВД по городу Москве. Имя, отчество, фамилия, должность, звание и телефон? Телефонов руководства у нас нет. Имя, отчество, звание и должность? Генерал-лейтенант полиции Баранов Олег Анатольевич. А адрес у него какой? Родовка 38. Так, а должность у него как звучит? Начальник Главного управления МВД по городу Москве. Главного управления МВД России по городу Москве. Главное управление МВД России по городу Москве. МВД, да? Да. Все, благодар что всем. Всего доброго. До свидания. дверь откройте пожалуйста дверь откройте пожалуйста у нас ребенок тут откройте дверь тепло впустите будьте добры откройте пожалуйста дверь вам назвать фамилию имя да за прием вообще на улице а если минус 30 но мне же не 15 лет наверное я взрослый человек что представь о коньяке оставит представиться пускай он грудной я не могу его оставить дома 1 хорошо а вот будьте добры тогда тогда к нему ну вы с ребенком я с маленьким держите здесь четырехмесячными могу зайти я без оружия фамилия женщины я безопасно фамилии можете не бояться меня будьте добры откройте фамилию фамилию назовите будьте добры представьтесь пожалуйста как еще раз фамилия прим гузин будете добры дверь откройте хотим пообщаться с вами с мысли позднего чего отдел полиции закрыт режимные помещения дверь откройте в тепло впустите мы с ребенком по поводу задел задержание вы сказали человек у нас находится какого статья 158 часть 2 правильно что это за статья поясните пожалуйста кражи чего в чем он подозревается что он украл журналист сми камчатский регион заместитель главного редактора антон николаевич булгак а я сбросил по ходу ли по реакции здравствуйте журналисты ремес центра ханжин денис александрович хотим увидеть задержанного данила или получить информацию по его задержания я журналист сми рмс центра еще раз повторяю вы кто представьте вы не мне представлялись так еще раз на каком основании задержан на какое время когда будет отпущен мы журналисты имеем право получить информацию и я крестное его тут еще раз уники ну ты понял я тебе говорю что это заказух до зашибись что делать это вообще нонсенс вид и видишь как это отдел полиции номер один работы дверь отказывается от это открывать журналистов и журналисты родственники с ребенком четыре месяца и дверь не открывает держит на морозе сейчас сколько градусов ну а если было минус 40 до то же самое охренеть адвоката спросить ему предоставили и мы предоставили адвоката телефон его номер что все молчанку игры вот они наши налоги берут дают клятву что безусы исполнять закона полиции вот так полиция работает городе сургут репортаж получится сейчас мы еще это будем решать вопрос не отказ и трубку не берут по 2 видит мой телефон номер алё алё брусит руб конечно алё трубку взяли молчат алё наоборот закрыли решетку он сейчас это будет заходить они там решетку закрыли пока вот эта дверь не закроет там решетку не откроет шлюз сделали здравствуйте будьте добры представьтесь пожалуйста капитан полиции мурган старший закон такой взаимной ситуации еще раз фамилия барадуллин барадуллин номер одиннадцать девятнадцать восемьдесят шесть подскажите нам нужно зайти у нас грудной ребенок нам нужно попасть в тепло будьте добры обеспечены вам это начальника полиции будьте добры вызовите начальника полиции будьте добры вызовите меня тоже не спрашивает это что часто у вас такое я откуда не скажу первый раз сюда приезжаете нет я с таким первый раз стал потому что нет ну знаю поставить не ну я понимаю когда суды от меня закрывают ну когда отдел полиции с чем то они там баррикады уже встали еще раз в сургут не попадут что ли честно что происходит да вы хоть скажите что хоть свои а то не думаешь что вот это они не поверят да мы то тот же свои мы журналисты не чужие люди о у вас есть телефон дежурной части прямой нету 102 звоните конечно шти по рации окривай здрасте а кто приказал кто приказал скажите а кто дежурной части фамилию назовите пожалуйста а у вас как фамилия желуде звание назовите пожалуйста пока нет я говорю пока у меня приказ вас не запускать от дежурного у вас все равно там решетки стоят мы дальше не пройдем пустите нас пожалуйста в тепло у нас игруной ременок 4 месяца ну вы же на машине приехали я понимаю нам нужно пообщаться с дежурным вы пообщаетесь сейчас главный кто запустит сейчас главный в гоме это дежурная часть на каком основании у нас не пускает в отдел полиции я не могу вам этого пояснить вы что это Gd закрылись что ли нет почему мы Gd закрылись так откройте нам дверь дайте пройти меня приказы на данном на данный момент cost Вы что творите вообще? Я прекрасно его считал, да, на силу. На данный момент, я говорю, я не могу вас запустить, у меня приказ. Вы двигаете дверь, вы причиняете мне физический вред. Родственник, два родственника, два журналиста, вы не пускаете. Что еще раз? Два родственника, два журналиста пришли к Данилу Васильевичу. Когда мне придет приказ, я вас запущу. Либо дежурная часть его запустит, либо я. Я не отрицаю того, что я не хочу вас запускать. Я просто выполняю свои поставленные приказы. А вы сейчас на службе? Да, точно, да. А вы без головного убора, без значка. Почему? Потому что я не на охране общественного порядка, поэтому без значка. А во-вторых, головной убор одевается только на улице. В помещении я могу находиться без головного убора. А вы сейчас на улице? Я нет, в помещении. На пороге, да? Да. Вы нас не запустите? Пока нет. Служите народу? Народу закону. Присягу давали кому? Присягу давал. Закон назовите, согласно которому вы нас не пускаете в здание полиции? Еще раз. Закон назовите, согласно которому вы нас сейчас не пускаете в отдел полиции номер один города Сургута? У меня приказ. Вы слушаете приказу или закону? Я служу закону, но у меня есть вышестоящее начальство, которого я исполняю приказы. Как бы по закону, да, но по факту вы приказы слушаете? Ну, так точно, да. Можно и так сказать. Я сейчас слушаю. Так а где правда? Вы приказу или закону служите? У вас вон там должна быть табличка, обычно, как в МВД написано. Служу приказу, ой, служу закону, служу народу. Служу закону, да. А по факту вы служите приказу. Правильно вы вспомнили? Нет. Ну как нет? Вы же только что сказали, у вас приказ. У вас приказ. Да, все верно. Ребята, ну вот грудной ребенок 4 месяца, пустите пообщаться с дежурной части. В чем проблема? Два родственника, два журналистка. Мы дальше решетки все равно не уйдем. Чего вы нас так боитесь-то? Ну распоряжение руководства не взят. Так это противозаконный закон. Это противозаконный приказ. Вы не обязаны... Вы можете дальше не пускать решетки. Мы можете нас сюда впустить просто. Вы не обязаны исполнять преступные приказы. Он не основан на законе, понимаете? Нет такого закона, чтобы людей в отдел полиции не пускать. У вас совесть есть? Вы же присягу давали, ребят. У нас есть совесть. Вы присягу кому давали? Своему начальнику? Или народу и закону? Ну так мы народ. Вот мы пришли разбираться. Задержали человека. Вот их сына. Вы нас не пускайте. Вы нас на морозе держите. У нас нет руководства поступят. Ладно, нас ребенка держите 4 месяца. Вас совесть не будет мучить потом? Вы спать нормально будете? Мы не можем уйти, понимаете? Крестный ребенок там мой находится. Нам что здесь, ночевать у вас под дверью что ли? Или что? Лагерь разбить тут, палатку поставить? Транспаранты что ли? Ребят, ну это же вообще без человечности. В смысле наше дело? Вы выполняете приказ, не основанный на законе. Осознайте это. Я прекрасно все... Вы поступаете... Я с вами не согласен. Также согласно нашего законодательства, без нашего разрешения вы не имеете права добывать видеозапись, которую сейчас ведете. Даже на заметку. Он для себя может... Тихо, тихо, тихо. Для себя конечно. Назовите нормативно правовый акт, которым вы руководствуетесь. Для руководствует законодательством Российской Федерации. Назовите нормативно правовый акт. Зачем? Законодательство большое. Назовите закон. Ребята, мы пока общаемся, у нас с вами... Не можете. С вами тоже... Вы сотрудники при исполнении, он может и осуществлять... Я не могу понимать эти замечания. Да, особо... Я же не доступен с правильным. Почему не... Подождите, вам приказ был куда не пускать? У меня указание поступило. Вам приказ куда не пускать? Здание ГОМ-1. Вообще здание. Мы не будем заходить, мы сюда зайдем. Вот сюда. А когда вы зайдете, получается? Ну это не здание, понимаете? Это призвание. Вы позвоните, уточните, вы можете запустить? В дежурной части может сам выйти? В дежурной части можно выйти? Пускай вот он сюда подойдет и сам скажет, что нам нельзя проходить. Будьте добры, вызовите. Сейчас. Вот не закрывай дверь, пожалуйста. Потому что вы дверь закроете и больше она не откроется. Я позову вам дежурную часть. Может один сходит, а другой с нами постоит? У нас к вам доверия нет, понимаете? Вы выполняете приказ, не основанный на законе. Вы сейчас дверь закроете и больше она не откроется. Вас двое человек. Один может сходить позвать, второй здесь постоять. Миша, встань сюда, здесь хотя бы тепло, к ребенку будет отсюда. Только подъем не суйте, а то могут хлопотнуть, так? Да нет. Чуть поближе поставь сюда, чтобы ее потеплесли. До свидания. До свидания. Знаете, я подошел. Уже встал на ухо. Вот так стало. Ставить нельзя, он проснулся. Замечательная картина. Ты где-нибудь видел такое? Вы понимаете, что для себя страна увидит весь мир? Я только недавно журналистом работаю, я такое, если честно, не видел. Женщина вынуждена ребенка держать в двери, чтобы он не замерз, потому что полицейские нас не пускают в отдел полиции. На улице Мороз. Вот. Вот так полиция работает. Служит народу называется. Вот свои. Смотрите, смотрите, как вы служите народу. Да я прекрасно вижу. Вот просто картина Репина, понимаете? Вы же не народу служите, а приказу. Вы же не давали присягу служить приказу. Ребята. Хорошо, что не минус сорок. Вы понимаете, что такое слово «клянусь»? Вот у вас в присяге есть слово «клянусь». Знаете? Нет, а что оно означает слово «клянусь»? Знаете? Кляну себя сам. Вы сами себя проклинаете каждый раз, когда вы нарушаете присягу. Смысл в этом. Сам себя проклинает. И весь свой род. Теперь вы это знаете. Я это прекрасно знал, что такое «клянусь», что такое «клянусь». И вы, все это зная, осознавая, все равно нарушаете? Я ее не знаю. У вас приказ? У него непосредственно начальника. Ну и как бы по иерархии... У вас устный приказ? У меня устный приказ, да. А он может письменный приказ написать и нам выдать копию? Ну, это уже у него уточняется. Вот, смотрите, вот он уже 3 минуты не идет, а ребенок до сих пор на морозе. Вы понимаете? Я же не могу отвечать за чему. Ну, правильно. Вот так же бы вы дверь закрыли, и мы бы тут стояли еще 20 минут, 30, час, 2, 10. Нет. Ну, как нет? Ну, я, по крайней мере, своему слову хозяину, я себе сказал, что я позову дежурного части, он был подошел к вам. Стоп. Как вас зовут по имени? Можно по имени обращаться? Никита? На вы или на ты, может? Да на ты. На ты, может. Никита, ты сказал, ты хозяин своему слову, правильно? Да. Ты дал клятву служить чему? Народу. И? Закону. А служишь по факту? По факту на данный момент я исполняю законные приказы. Законные? Назови закон, на основе которого он приказал тебе. Подчиняться непосредственному начальнику при любом его отдаче приказа. А если его приказ противоречит логике, здравому смыслу, морали, все равно исполнять? Так, и что? Руководитель закрывает дверь и все. То есть руководитель приказал закрыть дверь? Да. Правильно я вас понял? А нас прогнать? Да. Смотрите, ребят, если мы тут на ночь разместим лагерь, вы нам чайку хоть вынесите погреться. Или в туалет пустите? Или придется зайти на территории где-то? Что это придумывать? Что это вынесите? А? Вынесите, да? Чайку? Замой и в туалет. Понятность. Не препятствуйте закону, что ваше стремится. А мы не препятствуем, потому что ваши требования не основаны на законе. Вы же на закон не смогли назвать, значит ваши требования незаконны. Правильно? Все. Но мы все равно, я вам благодарствую за общение. Да, мне тоже было очень приятно с вами поговорить. Просто вот задумайтесь, что вы делаете. Да. Мы не террористы, мы не экстремисты, мы не преступники. Мы журналисты, мы общественники. Я вообще этот, общественный инспектор по борьбе с коррупцией. Вот завтра обо всем узнает Москва. Вот мои удостоверения. Антон Николаевич Булгак. Угу. Верю. Ну у нас свое руководство, мы тоже не можем препятствовать указанию. Ну я вот честно, вот по совести, я бы на вашем месте просто взял бы вот сейчас и написал заявление об увольнении. Вот по совести. Казусы бывают разные. Это не казус, это катастрофа. Вы ребенка держите на морозе, на сквозняке. Вы понимаете, что вы делаете? Я понимаю, все прекрасно. Мы вам объясняемся. Вы человека незаконно удерживаете, мы не знаем, есть ли у вас законные основания его удерживать или нет. Конечно. Что значит, конечно, есть. Покажите протокол, вот его родственники. Протокол задержания, обвинения. Я вообще не живу уже. Ему адвокат вообще назначен, нет? Адвокат я не могу. Так пускай дежурной части выйдет, поясни ситуацию. Смотрите, пришло два журналиста разных изданий, родственники, а вы никакую информацию не даете. На каком основании? Это против закона вообще? О СМИ и так далее. Молодой человек задержан. Протокол покажите задержание. Изъятие его досмотра. Где дело? Покажите номер КУС. Вот родственники прямые. Ознакомьтесь с материалами. КУСП производства и исследователи. У какого исследователя? Фамилия? Это вам надо уточнять. Будьте добры, сходите, пожалуйста, к дежурному части и спросите фамилию адвоката и исследователя. Мы узнаем эти фамилии и уйдем. Будьте добры, пожалуйста. Я вас по-человечески прошу. Но мы вас тоже по-человечески просим. То есть вы отказываетесь? По-человечески. Все понятно. Было такое слово на Руси, оно до сих пор есть. И оно звучит так, бессовестное. Понимаете? Вы давали слово, клятву, а сами нарушаете. Ежедневно. И в данном случае много раз вы нарушили. Благодарство. Всего доброго. Народ, что делать будем? Может, тут разобрем лагерь пока? Ребенка в машину положить. Ты своих ребят можешь подключить? Это что вообще за бардак? Я вообще в шоке. Ребят, кому интересна ситуация, подъезжайте на ГОМ-1. Мы здесь и побудем. Кто не спит, я все объясним, расскажем. Нас задержали человека. И не пускают нас. Вот родственники человека. Вот журналисты. Раз. Я тоже журналист. РМС-центр. И нас не пускают в ГОМ-1. Ребята, распространите везде информацию. В городе Сругут отдел полиции номер один закрыт полностью. И для родственников. И для журналистов. Дверь не открывают и выгоняют. И приказывают выгнать нас вообще на улицу. На улице мороз, руки замерзли. Дальше вести репортаж не могу. Я вообще в шоке. Чтоб в полицию не пустить. От меня суды закрывали. Ну что, в полицию? Продолжение следует. Продолжение следует.